Облегчает душу, трансперсональная психотерапия, очень эффективно облегчает душу. Так вот смотрите, поговорим немножко о трансперсональной терапии. Терапия лечения трансперсональная, это значит выходящая за грани. Вот если мы брали человека и его одну только жизнь, то здесь у нас был бы, вернее здесь мы имеем один круг проблем. Но вот эти вот трансперсональные понятия говорят о том, что проблемы были накоплены у нас в течение ряда жизней. То есть одна жизнь была, другая жизнь, третья, пятая, десятая. Все эти жизни накопили какие-то проблемы в нашем духе. И когда дух выдает новую программу на развитие, для того, чтобы получилась душа и естественно это тело, то вот эти вот проблемы, они как бы сказать сбрасываются в том или ином виде на нашу же душу, на нашу сегодняшнюю, теперешнюю жизнь и на нее начинают влиять. Они получены не в этой жизни, они получены в тех жизнях, но влияют на это. И вот как от этого избавиться? А влияют они очень, ну будем говорить, непредсказуемо для нас, непонятно и неожиданно. И мы их даже не знаем, не понимаем, но тем не менее, видите, люди влазят туда и узнают, что они там есть. И они влияют на то, что мы не такие здоровые, не такие успешные, не такие любимые. Почему-то мы сами не можем там любить, почему-то вот что-то не получается. Ну вот такое, вот такое вот, понимаете, вот вроде все нормально, а оказывается не то. Так вот, чтобы это то, вот туда надо влезть и это дело очистить, очистить, избавиться от этого. И в первую очередь, в первую очередь, тут конечно различные действительно методики, которые должны туда влезть. Я согласен. И одна из них, это вот как раз дыхание, очищающее полевую форму жизни. Так это простейшая такая вещь, но тем не менее эффективно, да? А основное это, основное вот, что касается, ну бы говорить, работы с сознанием, вот я в который раз говорю, чтобы человек стал довольный этой жизнью, это работа со своим собственным сознанием. Вы исследуете его, как исследовать, я примерно уже описал, это тоже в основах здоровья, 9 книг это есть. Вы исследуете его и на чем, на каком побуждении у вас имеется, говорит, проблема. Побуждение, я уже рассказывал несколько, это побуждение к самосохранению. Побуждение, мы больше знаем инстинкт, инстинкт, что он говорит, да ничего. А инстинкт переводится как побуждение. То есть, человека побуждает сохранять собственную жизнь, далее любить, заботиться о близких, далее быть лидером, далее, значит, справедливость, побуждение к справедливости, и наконец-таки побуждение к творчеству. Вот они, 5 побуждений, на которых начинают формироваться черты характера. То есть, насколько вам важно благосостояние. Одним это очень важно, другим это не важно. Одни готовы воровать, убивать, другие готовы раздавать, наоборот. Вот, видите как. И все это, естественно, отражается в вашей психике в виде того или иного эмоционального процесса, который. Психа влияет на тело сому, сужая, расширяя, делая спазмы или не делая их. И уже вот эти вы здоровы или больны. Но еще, еще, вот это так простое на тело, еще мы же мыслями, эмоциями прорастаем в пространство. Мы с ним взаимодействуем с помощью своих собственных мыслей. То есть, сознание. Мы можем притянуть хорошее, можем притянуть плохое. И все в нашей голове. И когда мы начинаем работать целенаправленно, вот там как раз был вопрос, вот, чтобы ваши цели. Что вы хотите? И тогда, глядишь, эта цель вы подтянете. Если у вас нету сомнений, если у вас есть убежденность, что это получится, вы это получите, притянете, сделаете. Если у вас есть сомнения, если у вас есть какие-то там, еще что-то такое, ничего не получится. Сомнения сразу же вас отбрасывают. Плохие слова, вернее, я бы не сказал, что плохие, а слова не к месту. Я вот часто говорю, худею, да, слово такое. Оно притягивает худо к вам. Оно притянуло худо, и все, какое-то время вот это вот худо вас окружает. Ничего хорошего к вам не приходит. А если бы вы говорили, допустим, я не это, а я стройнее, совсем по-другому тело откликается на раз. А так оно не знает, понимаете, как телу каждой клетки, так и пространству. Надо понять, надо свое желание облечь в правильную форму, которую оно может понимать. Раз оно понимает, оно отключается. А так клетки не понимают, что вы от них требуете. И они ничего не делают, они еще больше становятся так. Желание не идет, потому что вы не облегли в эту форму, которую оно понимает. Там, знаете, вот очень четко, знаете, да, нет, да, нет, вот такое вот. Ее надо умудриться вот это вот сказать. А как начинаю огородить какую-то словесную конструкцию или еще что-то такое, не понимает ни организма, ни пространства. И мы сидим на бабах ни при чем. Опять-таки уж, кого привезти, я хочу привезти тогда свой собственный пример. Я уже показываю и дом, и машины, и то, и все, пятое, десятое. Что-то я хотел, что-то я там не хотел. Вот, пожалуйста, я в студию хотел, она пришла. Все эти там фотоаппараты, вот это вот, все эти вот компьютеры и так далее. Для того, чтобы работал, для того, чтобы что-то хорошее, по крайней мере, я, вы уже убедились, что плохого я вам не советую, а стараюсь что-то такое, будет полезное, вам рассказать. Со своего собственного опыта, с опыта там других, с опыта, который был накоплен поколениями. Ну, эти, понимаете, еще поколения, все это забыло, современные вот эти вот людишки, которые тут все это только на деньгах, они все это перечеркнули, все это уничтожается, чтобы это не было. Не было там вот этих вот книг по оздоровлению, были только таблетки, клиники, приходите, обследуйтесь, приходите, лечитесь. Вот у нас, у нас, у нас все остальные шарлатаны и все. Хотя клинник расплодилось огромное количество, а больных не уменьшилось.